Сотрудник научного отдела Московского университета современного искусства с темой «Интернативная санитария в лепочи» «Три пустимейшей группы» А, да, да, вот Давайте слушаем Дарья Николаевна уже выговорила название моего отхода «Интернативная санитария, я боюсь, что я сама не очень, извините, справлюсь» «Три пустимейшей публики» Вот о чем будет идти речь в докладе Это такая любая тайна, которая будет открываться по мере, скажем так, моего представления Мы считаем, что это тоже цирковое представление своего образа В искусстве есть сегмент неразрывно сопряженной психологией масс Это цирк Ну, понятный вид зрелищного искусства По законам, которым используется развлекательное представление Цирковая парадигма возеждается на демонстрации необычного и смешного И особо захватывающей массы Частью представления всегда была тема демонстрации сключительных способностей Будь то невиданная сила и неловкость рук Ну, или в конце концов паранормальная форма восприятия Ну, и, собственно, что имеется в виду, это способности человека То есть экстрасенсорность Как наглядный момент вспоминается эпизод из «Собачьего сердца» Эпизод «Цирк» Вот я показывала кусочек слайд из фильма, уже современного нам Ну, все это происходило в 20-е годы, понятное дело Вот, и этот эпизод раскрывает туличие Такой вот глянцевую ложку на потребу публики И неприглядную оборотную сторону всего происходящего Я думаю, что все прекрасно помнят, что конферансье объявляли мадмазель Жанну из Парижа Провенцательницу, которая расскажет все о вашем прошлом, настоящем и будущем Вот, и шо потом, пока таинственно сходит из своего шатра Он ей говорит, сделай загадочное лицо Ярмарочные балаганы с акробатами и дрессированными животными Фокусниками и канатными плюсунами Шатлатанами и комическими актерами Известные в Европе связопамятным времен Эти балаганы носили в себе элементы и театра, и цирка Собирая шлаги на сельских ярмарках и в крупных городах Ярмарочные театры Европы По-прежнему сохраняли связь с цирковым и эстрадным искусством А в XIX веке трансформировались в бульварные театры, капарелли, мюзик-холлы, вриенте Параллельно оккультуривавшихся заведениям действовали и передвижные балаганы И среди них были так называемые паноптикумы, которые были рассчитаны на инстинктивную тягу публики ко всему аномальному В XVI веке с уходом феодального строя группа начала постепенно переходить в ближайшие системы отношений Передвижные цирки перестали быть бурящими саморохов, зарабатывавших в основном милостыней подачками И уже в XVII веке за входы во многие балаганы бралась фиксированная плата А цирки, останавливаясь на той или иной ярмарке, платили деньги за аренду Цирковое дело начало становиться действительно прибыльным Если в XV веке циркачи в основе своей были нищими, а цирк вмещался в один-единственный богачий То два века спустя цирковое дело стало бизнесом И где-то примерно в 1850 году фотограф Чарльз Эйзэйман начал фотографировать людей из так называемого фрик-шоу Было более грубое название вот этого сегмента ярмарочных представлений Этот фотограф фотографировал людей со всякими генетическими аномалиями Которые, собственно говоря, ничем кроме как работы в таких ярмарочных балаганах Больше в то время зарабатывать не могли Некоторые делали очень плохое состояние работы на ярмарках Это здесь у меня на слайдах попались обложки книг из нашего домашнего собрания То есть осталось в наследство родственников Книжки в районе 13-го года, те, которые справа Та, которая слева, я не нашла на ней время издания Ну где-то, в общем, тоже это начало 20-го века То есть это, в общем, тоже такой интерес Такой достаточно популярный интерес Такой кинчивый к всяким трансценденциям К белой человекной магии, к гипнотизму и так далее Значит, то, что я думаю, что это фик-шоу Там были не только люди, вот, своеобразно выглядящие Там были люди с аномальными как раз способностями, вот, типа экстрасенсурики А вот это вот фотографии Чарльза из Аймана По некоторым данным, этот фотограф сделал около 700 фотографий Людей с различными особенностями, вот, генетическими отклонениями И именно жанру фотографии, благодаря ее способностям Снимать элементальные отпечатки из действительности Своеобразные, опять же, партроцальные, дуберные исследования реальности Вы получили мистическую роль из альтрекопа от зрителя Заставляя ее возвращаться снова и снова к точке застревания или записания К так называемому пункту, как назвал ее Алан Барт Фотографии из Аймана смотревого ли зрителя Вводя в состояние забороженности, гипнотического шока Как это нередко происходит, с влеком и инстинкт републикой В подсознании, которое заложено невольно, останавливает свой взгляд Либо на чем-то представляющимся красивым Ну, понятно, что все относительно Все эти понятия, кому-то кажется красивым, кому-то нет Но преимущественно Либо смешным, либо уродом, либо комбинацией подобных качеств А через вот тоже и серию вот этих вот тех фотографий Эти необычные люди Либо люди, которые могли в это время необычно что-либо делать Через много лет любители провокации братья Чепа, английские художники Джейк и Динас Через хутрировку стали строить свой человеческий местиарий Трагической анатомии, телесных и психологических крайностей Эти художники говорили, мы заинтересованы в конвергенции между глянской наукой Мы заинтересованы в шоке и в конкульсиях А на рубеже XIX и XX веков судьба некоторых заведений Вот о которых я говорила, вроде яборочных балаганных перепонуток Оказалось стеснейшим образом связано в частности с интересом К измененному состоянию человеческого сознания Который особо обострился в означенное время В противостоянии романтическим и реалистическим тенденциям Эпоха модерна символизма в своем декадемском настрое Начала быть трансцендентная Огнулся в него, всплыхнулась новой силой Но волну внимания к выходящему за пределы привычного бытия С господством чистого рассудка Модерн, а в нем, соответственно, символизм Явился последним большим стилем Новой европейской культуры Последней монологической эпохой Продившей эвакуацию фундаментальных устоев И наметившей смену ориентиров развития культуры Как писал Андрей Белый Это было внутреннее безумие Выплеснувшееся наружу в невозможных буфанатах К началу 20-х годов В 20-х годах Синалисты и экспрессионисты Обратились к вопросам Которые были и, собственно, всегда Странсактуальными для человечества И всех сфер человеческого исследования В квинтэссенции реального и сверхреального Крайне эмоциональное состояние Использование аллюзий и парадоксов Субъективный подход к исследованию Всех сфер человеческого бытия Открыл сюрреалистам необходимый Чувственный метод для отражения сверхреального В то, что в плане сюрреалисты Были столь плодотворны, что их интерес коснулся В общем числе и цирковой, и ярморочно-балаганной культуры Заразив с собой наследника фотографии Кино, сюрреализм и экспрессионизм Порождают первый фильм Повествующий об измененном состоянии сознания О осанном пулизме, о иллюзиях И о подмене реальности Это кабинет доктора Калигари Я думаю, всем известный не мой фильм Черно-белый 20-го года Этот фильм впоследствии вдохновит Знаменитого Дарья Гелева Из легендарного Монти Пайтона С созданием своего воображаемого доктора Парнаса Кабинет доктора Калигари Снимался целиком в далеких от реальности декорациях Вот как мы видим здесь С искаженными пропорциями Что, собственно, свойственно, естественно экспрессионизму Что объясняется стремлением изобразительной экраны сознания психически больного человека Не адекватно воспринимающего действительность человека с измененным состоянием сознания И от актеров по тем же причинам требовали Здесь пришлись куда-то как кстати Вами того, на сценарии оказали влияние произведения Гоффмана и Стивенсона Ну, понятно, наследников его романтизма, но романтина Вспомним его блестящее произведение «Страшные истории доктора Джекела и мистера Хайда» Легенды о гамонкулусе Вот это вот тоже кадры из фильма «Кабинет доктора Калигари» На первой фотографии доктор призывает на ярмарке посетить его полаган Рядом сам доктор со своим подопечным Чезарем Вот это как раз вот изготовление гамонкулуса доктора Фауста Значит, легенды о гамонкулусе, о искусственном человеке И созданном репе Ягода и Лива Бемпицарелем, болями и одноименными фильмами Понятный фильм о гамонкулусе, болям, а также германской мифологии Главный герой кабинета доктора Калигари, пребывающий в измененном состоянии сознания Сталкивается с современным вариантом человеческих личностей, захвативших власть над сознанием другого человека Сталкивается с доктором Калигари самим А этот загадочный наследник древних алхимиков и мистиков А вдобавку по всей линии мстичью виртуозный гипотезер Распоряжается живым молодым человеком Самнамула Чезарем, вот чей чудесный портрет в великим на экране Якобы ясновидящего и способного предсказывать будущее В нем Калигари выставляет его в своем полагане на живойной ярмарке Где побуждающийся по велению своему властителю Чезарем Предсказывает будущее запрещенных на представление людей А он еще заставляет убивать по собственному заказу неугодных себе персонажей Доктор Калигари самим это будет Несколько погодя оказывается, что в ящике, где доктор хранит своего подопечного Вне времени представлений, лежит не сам Чезарем, а изображающая его гукла Заменяя реальное, как бы, знаком реального Искусственный Чезаре никак не соотносится с реальностью Но воспринимается гораздо реальнее, чем, собственно, сама вот реальность Здесь правит симуляция, которая выдает отсутствие за присутствие И смешивает всякое различие между реальностью и каждым существом Во всем этом, опять же, видны церковые приемы, на которых основываются в своей работе Вкусники и иллюзионисты Собственно, обстановку тотальной симуляции Заметил еще Андрея Внаружи ассоциационный характер всех современных социальных и культурных феноменов Информация не производит никакого смысла, а лишь разыгрывает его Поскольку подменяет коммуникацию и симуляция общения В итоге люди имеют дело не с реальностью, а с гиперреальностью Воспринимаемые гораздо реальнее, чем сама реальность Вот уж, поистине, сплошной цифр Это был достаточно зловещий Закольцовность попрочнений «Кошмары» С которыми никак не удается выйти главному герою фильма «Кабинетоктор Каллигари» Подчеркивается Строим фильма «Фридс Ланг» Которого изначально поручили на место режиссера картины Но, собственно, это так и состоялось Предложили представить сюжет картины эпизодами в «Сумасшедшем доме» И тем самым кардинально изменить его трактовку Каллигарий убегает и скрывается От преследующего его главного героя в психиатрической лечебнице Этот главный герой Франции Осведомляет у врачей Если у них пациент по имени Каллигарий Ему предлагают поговорить с директором клиники Которым оказывается, собственно, сам Каллигарий Такой текучий, нескончаемый, сплошной эскалиционный кошмар Собственный экскурсионист желает, превыше всего, выразить себя Строит сложные психические структуры Впечатления и умственные образы проходят через человеческую душу Как через фильтр Который освобождает героев от всего наносного Чтобы открыть их чистую сущность Образы сгущаются, объединяются В поле общей формы И, собственно, автор приписывает Каким-то персонажам Символическую роль Экспрессионизм Возник как острейшая Такая болезненная реакция На родство Круталистической цивилизации На Первую войну И эволюционные движения Это было поколение Травмированной войне И, собственно, это поколение Воспринимало действительно Субъективно Через призму таких эмоций Как разочарование Тривога Страх И эстетизму И натурализму Старшего поколения Они противопоставляли Идею И посредством эмоционального Воздействия На публику Для эспрессионистов Превыше всего Была именно Субъективность Творческого акта И принцип выражения Преобладал над изображением Ну, понятно, что Очень распространены Принимать им боли И крика И вот Пронескнут Зашкаливающими эмоциями Восторгами Негодования Ужаса Вот И, собственно Все это перешло Разные сегменты культуры На тот момент Вот В цирковую парадигму Радости Постепенно Примешиваются Текучие ощущения Ужаса От Объектов И персонажей Это вот У тех же У наших Современников Просто Такая критерсенция Этой идеи Которые В привычном понимании Несли смех И положительные эмоции Вспомним Фильм Оно Когда Клоуны не радуют И наводят Холодящий ужас Вот Здесь Эти персонажи Которые Как бы Продолжают Вот И Собственно Вот Работа Как раз С нашей Выставки Вот Два Таких Персонажа Они Как-то Перекликаются Состоянием Устроения Друг с другом Вот Ну и в итоге Позже Вот Эстафету Фотографии Кино Подхватило Телевидение Естественным образом Переведя Все в китч На эту тему Можно говорить Посконечно Но я думаю Что я пока Загружу Своё выступление Спасибо Аплодисменты Спасибо Спасибо Я Объявляю Следующим Докладчиком Продолжаются Череда Таких достаточно Экзотических тем Продолжение следует